В облажные сутки Гомельщину накрыли полдневые циклоны. В центре стихия опынулся областный центр. Только за одну ночь тут выпало 10 сантиметров снегу. На борьбу зим снегоуборочная техника вышла еще в полночь. С наступствами снегопаду змагалися 61 акаута тракторные техники. На расчистку магистральных улиц, венокомбинованных дорожных машин, выехали калят 12 ночи. Перш за все силы были кинуты на тые участки, где есть рук громадского пассажирского транспорта. У боротьбе зололёдицы выдатковано больше за тысячу тонн пяшчана соляной сумеси. Кап провести гэтую працу оперативно, на улицу вышли больше за тысячу дворников. Зимний период 2015-2016 года. Мы укомплектованы снегоуборочной техникой. У нас ее достаточно. Утверждены маршруты движения этой техники. И мы не видим проблем. Даже если будут какие-то стихийные бедствия, мы готовы к выполнению своей задачи. Праца небесная канцеляра додала и медикам. Только за неделю травматологичное отделение 1-й городской клиничной больницы поступило каля сотню пациентов. Тогда, как у любой инши день, их удвая меньше. 40 человек отрымали так званые гололедные травмы. 14 их с пероломами, 5 раз с широпно-мозговыми травмами. Усим была оказана оперативная медицинская допомога. Частка неоткладно шпитализована. Это связано с тем, что люди еще не привыкли ходить по скользкой поверхности. У них нет адаптации этой ледовой, гололедной. И они ведут себя так, как будто идут по чистому ровному асфальту. Какая-то специальная зимняя обувь. И ходить так, как будто ты идешь по льду. То есть, немножко присевши, немножко настороженно, быть готовым к падению. У ближайшие сутки суровые циклоны. Змешать обороты не избираются. Синоптики поперечивают, что небезпека умов на дворе до авторка может досягнуть оранжевого узроуню. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».